Известная сеть ресторанов быстрого питания уходит из России уже в понедельник, 14 марта. Узнав об этом, некоторые россияне решили на этом заработать. Сайты объявлений пестрят не только прощальными обедами. Люди продают посуду, упаковку и даже предметы гигиены, но с наценкой в несколько десятков раз. Моя коллега Зоя Зотова сегодня пообщалась с несколькими продавцами. Зоя, что предприимчивые предприниматели такие продают? Один из продавцов Александр, он продает в сети упаковку из-под бургеров. И вот, как он описал свой товар в объявлении, фотографии, кстати, которую вот за моей спиной. Целые коробки со следами съеденных продуктов напомнят о вкусе любимых бургеров в былые времена. Настоящие ценители не останутся безразличны при виде кетчупа на упаковке. Второй продавец Игорь, он реализует один пакетик сахара, который ему выдали при покупке кофе. Отстегнуть за этот лот он просит одну тысячу рублей. Давай вообще послушаем, что говорят о лотах продавцы. Я, конечно, не надеялся, что это кто-то купит, потому что, ну, тысяча рублей за такой пакетик – это большая цена. И просто хотел расцвеселить зрителей и вызвать у них какой-то диссонанс, да. Потому что кто-то мне писал оскорбление, что я выставляю такие неадекватные цены за пакетик сахара. Кто-то пытался тоже подшучивать. Я совместно с другом сидели в интернете, смотрели новости, вот увидели, что люди выкладывают товары из Макдональдса. Ну и ради шутки мы с другом посовещались и решили выложить так же, но пустые коробки от Макдональдса. Продают в интернете и мягкую игрушку-акулу из крупнейшего в мире торговой сети по продаже мебели и товаров для дома. На фоне того, что магазины шведской компании больше не работают в России, а заказать товары на официальном сайте невозможно, акулу Блохей продают по цене квартиры за несколько миллионов рублей. Есть экземпляры и поскромнее – около 100 тысяч рублей. Психологи в этой ситуации видят не больше, чем сарказм. Здесь вопрос чисто психологический. Когда люди начали обшучивать, допустим, пакетик, бэушный пакет из-под еды продают за 25 тысяч рублей. То есть это такой способ бороться со стрессом. И на самом деле какого-то такого ажиотажа в покупке тоже не наблюдается. Поэтому это всего лишь интернет-шутка, которую нужно воспринимать как интернет-шутку. Зоя, ну вот как сказали ранее продавцы, товаром хоть и с наценкой интересовались. Получается, спрос есть на это? Да, спрос есть. Сегодня я пообщалась и с экономистом тоже. По его словам, покупать товары будут лишь коллекционеры. Это в память об уходящей эпохе. И, кстати, его мнение совпало с мнением психолога. Это что-то вроде эмоциональной реакции, может быть, психологической на те события, которые происходят. Но тоже для людей какая-то разрядка тоже важна. И здесь нет, в этих случаях, каких-то экономических составляющих. Кировчан сегодня я тоже спросила, что они думают о таких продавцах, которые как минимум хотят подзаработать на уходе с российского рынка известных брендов. Давай послушаем. О чем люди думают, когда продают за такую цену? На что они рассчитывают? Они сумасшедшие просто. Всегда были такие люди, наверное. Но я считаю, это неправильно просто. Но никак не отношусь. Я не буду такое покупать. Одним словом, хамы. А что еще добавить? Вообще, кто хочет нажиться на чужом горе, для меня это не люди. К слову, по некоторой неофициальной информации, которая, опять же, фигурирует в сети, западный фастфуд может вернуться в Россию уже через полтора месяца. Кого-то ты обнадежила, я думаю. Спасибо тебе за информацию. Мы продолжаем. Продолжение следует...